Леонид Яковлевич, здравствуйте, рады вам, как всегда, в эфире «Фридом». Добрый день. Леонид Яковлевич, где, по вашему мнению, видите ли вы в целом адекватную политическую, в первую очередь, реакцию на вот такие удары неизвестных беспилотников по оборонно-промышленному комплексу Российской Федерации? Есть ли это, в принципе, реакция? Да, конечно, есть. Конечно, есть. Это аресты, аресты, мобилизация. Усиление, закручивание всех возможных гаек и так далее. Это и есть реакция на неудачи войны. Что касается конкретных событий, они, конечно, будут все отрицать, как всегда, врать, как всегда. Но они вот реагируют, реагируют именно таким образом. И они реагируют с закупками ракет в Северной Корее, и дронов в Иране, и поддержкой Хамаса, и так далее. Так что, да, реакция есть, война идет. В аспекте, вот как раз так же, на продолжении темы политическом, в аспекте репутационном, в том числе для своих же граждан, эти удары, они являются ли критическими? Эффективны ли они в плане политическом, опять-таки, в этом эффекте на граждан России? Значит, вы знаете, здесь нет однозначной ситуации. Дело в том, что значительная часть граждан России, ровно тех, которые, пусть пассивно, но поддерживают политику Путина, ну, строго говоря, они поддерживают не Путина и не его политику, они поддерживают власть как таковую. Царь сидит, ведет войну, значит, надо вести войну. Будет другой царь, который не будет вести войну, значит, не надо вести войну. Вот ровно вот эти пассивные люди, они получают всю информацию из телевизора, а по телевизору они про это просто не рассказывают. Поэтому вот атаки, например, на Ленинградскую область, которую я, разумеется, поздравляю ваших военных, поскольку это очень большой успех, мне кажется. Вот там, сколько я желаю победы в Украине, то меня это радует. Так вот, атака на Ленинградскую область, она в наших СМИ практически не представлена, в российских СМИ, да? Вот, поэтому народ, нет, но народ это особенно не подействует. Ну, кроме тех, которые непосредственно там, куда ваши дроны падают, или там, в той точке, куда они ударяют. Но эти все удары очень сильно действуют на путинские элиты. Очень сильно действуют на путинские элиты. Они понимают, что главный начальник ни черта не может. Вы понимаете, смотрите, корабли теряют, самолеты теряют. Рассказывают всем, что у него инициатива. Ну да, у него инициатива, только фронт не двигается. Подожди, в чем вообще результат твоей инициативы? Что ты людей положил немеренно там, да? А где продвижение? А продвижения нет. А теперь еще оказывается, и чем дальше, тем больше, что ты свои объекты на своей территории тоже защитить не можешь. Ни военные, ни гражданские. И вот для элит это, конечно, очень сильная информация. Это очень сильный удар по репутацию Путина среди российских элит. Собиратель земель русских в больших кавычках не может защитить граждан Российской Федерации беспилотников, которые неизвестного происхождения, которые находятся на территории самой Российской Федерации. Странно, не правда ли? В то же время, когда господин Шойгу в прошлом году ездил по заводам российских, которые производят систему противовоздушной обороны, в прекрасном порядке, да, говорил, ребята, по единице, минимум, чуть ли не в день, с тахановскими методами, но сделайте так, чтобы небо было защищено. К сожалению, не небо над Россией, а небо над Украиной, где незаконно находятся эти все упомянутые мной системы противовоздушной обороны Украины. За время полномасштабной агрессии против Украины, в целом вот в этом сегменте, да, противодействия российскому режиму, каскадом начали расти, вот многие факторы. Один из них, я, наверное, привязываю все-таки политическому аспекту появления Легиона Свобода России и Русского Добровольского Корпуса. А вот эти ребята, которые дают отпор, в том числе российским оккупантам на территории Украины, они, простите за грубость, капают ли на нервы всем тем элитам, которым капают на нервы дроны неизвестного происхождения на территории России? Ну, вы знаете, я думаю, что ваши дроны в этом смысле оказывают значительно большее воздействие, чем Легион Свободной России и Русский Добровольский Корпус, ребятам, у которых я искренне желаю удачи и здоровья, и сохранения жизни, и здоровья, вернуться домой живыми. Но на элиты действует не это, на элиты действуют вот такие удары, как на Белгород, на Ленинградскую область, как уничтожение Новочеркасска и так далее. Это куда важнее. — Леонид Яковлевич, ну, учитывая такую реакцию, с вашим опытом понимания кремлевской политики, вы видите, вы думаете или ожидаете определенной реакции, практической плоскости? Не где-то там на кухне со своей женой подумать в пятиэтажном частном доме, а вот конкретика. — Вы знаете, я думаю, что вот эти ребята, которые владеют пятиэтажными частными домами, они даже с женой не говорят, честно говоря. Они даже с женой не говорят, потому что они понимают, что все прослушивается. Кроме того, многие из них люди дикие, хотя очень богатые, и верят во всякие глупости, типа возможности читать мысли там и так далее. Помните, они говорили, что они прочли мысли Мадлен Олбрайт о отчуждении Сибири от России, что это российская разведка прочла бред севой кобылы, но некоторые из них в это верят. Поэтому, между прочим, это одна из проблем создания оппозиции Владимира Путина, формирования оппозиции Владимира Путина на самом верху. Понимаете, когда граф Палин решил совершить государственные перевороты, вместо императора Павла поставить его на трону цесаревича Александра, то он мог собрать своих верных людей в каком-то комнате своего дома, поставить адъютанта у двери, сказать, чтобы никто не входил, ни при каких условиях не беспокоить, и с ними спокойно обо всем поговорить. Сегодня наши чиновники, конечно, этого сделать не могут. Поэтому я не знаю, с кем они это обсуждают. Я не знаю, с кем они это обсуждают. Это очень сложная ситуация, реально, потому что что Владимир Владимирович умеет, это обеспечивает собственную безопасность. Мы же видим, как он дрожит за свою жизнь, как он всего боится, как он себя любимого охраняет. Тем не менее, вот это разочарование элит и недовольство элит, это очень важный фактор. Понимаете, в чем дело? Переворот, если вы имеете в виду под практическими вещами переворот, государственный или дворцовый, или военный, переворот могут осуществить всего несколько человек. Понимаете, чтобы совершить дворцовый переворот, надо, чтобы тебя пустили в дворец. Правда? Иначе ты не совершишь дворцовый переворот. То есть, переворот могут осуществить только самые-самые такие приближенные к императору люди. Но они его совершают. Тогда это одно из необходимых условий. Когда они понимают, что люди их круга, их поддержат. Понимаете? Вот это, вот граф Палин знал, что дворянство, офицеры, аристократия крайне недовольны императором Павлом. И это было одним из тех факторов, который позволил графу Палину и его товарищам пойти на такое страшное, сулящее плаху дело. То же самое, я думаю, для наших. Поэтому, понимаете, я не могу оценивать военное, стратегическое значение тех ударов, которые вами наносятся. И, допустим, удары по Ленинградской области и так далее. Я не специалист, не мое дело. Но политическое значение огромное. И это, конечно, приближает крах этого режима и вашу окончательную победу. Еще добавлю, да, сакцентирую внимание на то, что ни в одном военном руководстве институции военной Украины не подтверждают. Да, вот такие удары. Это ваше дело. Не подтверждают, да, не подтверждают удары ни по Ленинградской области. Ну хорошо, марсиане. Ну да, ячейки противостояния. Почему, Леонид Яковлевич? Ячейки противостояния на территории самой Российской Федерации. Ведь заявление о том, что все граждане России повально поддерживают Путина, ну это ложь, которую хочет верить Путин, наверное, и Песков. Но точно... Но, тем не менее, знаете, я вам хочу напомнить, был анекдот такой, когда давно еще при начале реформ в России, что есть два варианта развития событий. Один фантастический, другой реальный. Реальный это, что высадятся люди с Марса, и все у нас наладят. А фантастический, что мы справимся сами, да? Вот я думаю, что дроны с Марса более вероятны. Ну, камни с неба, дроны с Марса, скажем так, это то, что принес Путин на территорию России. Интересно, как только вот начались удары дронов неизвестного происхождения по территории России, далеко, глубоко, до самой Москвы. Я вот заметил такую интересную тенденцию. Мы с вами тоже, по-моему, об этом говорили в эфире Фридом. Тогда никто иная, как Маргарита Симоньян, плакалась у себя в социальных сетях, что вот там недалеко сбили вот возле меня один беспилотник. И складывается впечатление, что защищены-то в основном необычные граждане России, живущие в глубинках, над которыми, возможно, тоже пролетают эти беспилотники. А где-то, возможно, как и в Воронежской области, где произошел сход снаряда, где-то что-то и повреждено было. Интересно, что никто не понес вообще ответственность за сход снаряда. Вопрос, почему? За голую вечеринку людей взяли, простите, а за сход снаряда не произошло ничего. Как-то вот так вот странно происходит, вы знаете. И складывается страшное впечатление, что граждане-то обычной России не защищены, а вот какая-то Симоньян со своим мужем Киасаяном почему-то защищены. Как-то вот странно так получается. Ну, вы знаете, ну потому что всем на холопов наплевать. Ну всем плевать на холопов-то, да? Вот. Холоп он и есть, холоп. Бабы еще нарожают. Это приписываемая Жукову фразу, вроде он ее никогда не говорил, но все поверили, потому что вот реальная политика Сталина была именно такой. Бабы еще нарожают, да? Поэтому на холопов им плевать. Поэтому они города и не защищают, и простых людей не защищают. Это совершенно естественно. А Рублевка, я думаю, ну где у нас дворцы всего, всего начальства, да? Рублевка, я думаю, защищена значительно круче генштаба. Слушайте, а можно мне одно замечание, так сказать, как в Думе говорят по порядку введения? Тут написано, что, я говорю, приближается крах путинского режима. Я не совсем это говорю. Понимаете, я не знаю, когда это случится. Я хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Естественно, да? Я только говорю, что такие удары, как то, что вот неизвестные дроны, тот, что неизвестный дрон нанес по Ленинградской области, они объективно это приближают. Но, знаете, не надо... Ой, я бы не хотел ни себя, никого другого вводить в заблуждение. Мы не знаем, когда это случится. Понимаете? И сколько еще крови прольется, да? И сколько еще сил понадобится вашим доблестным солдатам для того, чтобы это случилось? Не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Пекине, не в Киеве, не в Москве. Не знаю, когда закончится прямое полномасштабное столкновение. Да, это, собственно, попросту неизвестно. Аналогично согласен с вами, что крах путинского режима – это такое понятие, которое невозможно следить во временных рамках. Чутко поставить послезавтра, вот Владимир Владимирович говорит всем пока, всем спасибо за работу, скажем так. Вы знаете, единственное, что можно с уверенностью сказать, с уверенностью сказать, что пока Владимир Владимирович Путин у власти, ситуация будет только хуже. Абсолютно точно. Вот только хуже. Абсолютно точно. Поэтому его отстранение от власти любым способом – это необходимое условие и прекращение войны в Украине. И вообще, как когда-то говорили, мир во всем мире, понимается. Ну и, конечно, возрождение России какое-то, потому что он же губит Россию, не только Украину, Россию тоже. Леонид Яковлевич, не в контексте ударов, а в контексте в целом ситуации на территории России, я не могу не спросить, не вспомнить о Башкортостане. Там, где происходят массовые, можно, наверное, так сказать, у меня коллеги исправляли массовые все-таки попытки противостояния режиму, почему говорю режиму, а не просто вот в зал Сынова вышли и пытались его вернуть, потому что, исходя из требований, которые есть у активистов башкирских в том числе, вопрос оттеснения, как говоря, Путина из Кремля, он один из главных, наверное. Я не буду, мы не будем сейчас гадать, наверное, да, вот вилами по воде, как это изменится или прочее. Как это видят в Кремле? Вот эти противостояния Башкортостане, восстания даже Башкортостане, могу, наверное, таким образом сказать. Вы видите вот концепцию, стратегию поведения, наверное, так? – Кремля? – Да, да. – Кремля будет подавлять это железной рукой. Это единственная их стратегия. Они никогда не пойдут на уступки. Они могут пообещать, как они негодяи пообещали, ведь они пообещали после первого дня протестов, они сказали, что, ребята, успокойтесь, разойдитесь, завтра к трем часам приедут из Москвы люди, будут переговоры там и так далее. Завтра к трем часам приехало какое-то немереное количество ОМОНовцев, или там, как они теперь у нас называются, да, и стали народ разгонять. Значит, надо иметь в виду вот что. Поэтому, нет, они не отступят, они не отступят. И я думаю, что, как это ни печально, этот протест будет подавлен. Этот протест будет подавлен. Но это шаг к тому же, к той же самой цели. Это шаг. Вот как неизвестный дрон – это шаг. Так и это шаг. Знаете, ситуация в России, как мне кажется, похожа, ну, вот можно сравнить с горящим под землей торфом. Вот торф горит, а сверху это не видно. Только иногда вот здесь прорвалось пламя, здесь прорвалось пламя, да, и так далее. Вот точно так же это в России, понимаете. И когда мы говорим про Башкортостан, надо помнить вот что. Ну, у нас довольно расистская страна, Россия, к сожалению, да, у нас ко всем, так сказать, инородцам склонны люди относиться плохо. Вот. И скептически как-то относятся к тем регионам, которые населены не европейскими, а азиатскими людьми. Ну, вот, в массе своей, да. Так вот, это неправильно, это вообще неправильно. Это точно неправильно, потому что Башкортостан, Башкортостан, один из самых образованных регионов России, один из самых высоких уровней образования. Исключительно высоко развитая промышленность. Вообще, это на самом деле очень продвинутый и такой, ну, по духу и прочему, это абсолютно европейский регион. Вот. И протест здесь, обратите внимание, что вот, не знаю, сейчас вот на этом ролике не видно, а на других роликах, которые я видел, видно, там люди стоят с бело-сине-белыми флагами. С флагами, которые как бы по умолчанию сами с тобой стали флагами антипутинской оппозиции. Когда-нибудь в России будет именно этот флаг, флаг без крови, на котором не будет крови, которую Российская империя и Советский Союз и Российская Федерация так проливала и у себя в стране, и по всем границам. На этой ноте, да, вот такое будущего, светлого, без Путина и без крови, давайте поставим точку, троеточины, верно, Леонид Яковлевич, все-таки будем видеться в дальнейших эфирах. Телеканала Freedom, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем. Вам спасибо, слава и слава Украине. Героям слава и слава Республике России, вот как сейчас говорят ваши коллеги, что в будущем государство будет меняться, будет иметь другие формы, будет и откажется, собственно, от той имперской политики, которая ныне ведется так называемым президентом. Я скажу вот таким образом, ненастоящим. Спасибо большое вам. Леонид Гозман, напомню, нашим зрителям, был с нами на связи, российский оппозиционный политик. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.